здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас в гостях актер театра перед александр голубев рад добрый вечер александр скажите пожалуйста когда вы впервые задумались о том чтобы стать актером я как не задумался у меня все само собой получилось так случайно в армии попал в ансамбль песни и пляски а после этого пошел учиться так что все очень легко получилось а как вашему выбору отнесись ваши родители родители а фонарели конечно немножечко потому что у нас в семье это нонсенс просто не было у нас никогда не артистов ничего мама там какие-то задатки были по молодости все она музыкиной себя представляла как предлагали даже как-то карьеру такую же сделать она променяла это все на магазин папа кем папа был у меня электромонтажником строителем наверное сыну тоже прочили карьеру инженера нет мне карьеру инженера не прочь мне прочь на карьеру военную вот отправили даже поступать суворожское училище после восьмого класса где я успешно провалил все экзамены в общем я тогда уже почувствовал что надо идти в артист подсознательно еще тогда не знал где в них будет хорошо провалил все экзамены они говорили что это не мужская профессия нет такого нет ну почему не мужская очень даже мужская профессия я же не женщин изображает ну иногда приходится женщин ну и как он был путь от провала экзамена в суворовском училище до выхода на сцену музыки метро но это путь был сложный у меня там кстати в буклетах вот метро когда там там практически было все очень точно написано устал как я провалил экзамены училище суворовское я поступил помоги тупому устроиться помогли в общем-то я отучился там три года и пошел в армию в армии вот во мне нашли талант певческий какой-то но я до этого конечно пел там песни но в основном в подъезде под гитару ну не на кухне даже в подъезде считался меломаном я каким-то в школе слушал музыку в основном и сидеть и это моя самая любимая группа даже когда с утра просыпаюсь периодически ставлю и чтобы зарядиться на день беру от них энергию вот после пту в армию в армии попал в ансамбль песни и пляски там причем очень интересный случай был такой приехали я в пограничной войсками служил приехали к нам не на заставу об отряд учебный этот отряд наш нас обучали как быть пограничником настоящим ансамбль песни и пляски нашего округа ксс по так называемый краснознаменный северо-западный пограничный округ приехал ансамбль у них в этот год случился недобор какой-то в хоре не кому было петь они пошли по учебным нашим заставам искать народные таланты вот так вот меня и выцепили оказалось что я умею петь по боям на бояне играть не умею но петь умею там было очень интересно как и почему я сказал что интересно потому что когда они пришли перед их приходом нас сержанты научили что если кто не дай бог согласится поехать участвовать в ансамбле песни и пляски тому будет плохо жить но испортит жизнь нам всю на эти сержанты и когда меня уже послушали мне вот этот мужчина там сергей ковалев и узнали даже не кажется точно александр мы хотим от вас отозвать в санкт-петербург тогда еще ленинград вы будете служить в ансамбле песни и пляски будете петь песни ну и тут я вспомнив все наказы наших сержантов встал в позу и сказал я не хочу у баянист разъехался баян у ковалева пенснер искали усунду как не хотите а что же вы хотите я бы я хочу родину охранять потому что не охраняем родину я хочу с оружием в руках вы такой большой любитель оружие туда он порвал все майданы и ушли они все я выхожу гордо из этой из ленинской комнаты такой совершивший подвиг человек ко мне сержант подходит ну что что я предлагали в питер ехать и отказался ну дурак вот так все теперь будешь собакой бегать по контрольно следовой полосе вместо того чтобы говорит песню пел в питере служил ночью помог мне этот сержант вечером сбежать с вечерней поверки я прибежал туда в ансамбль взяли мои данные опять и уже забыл про это дело прошло месяца два и вдруг я возвращаюсь каких-то учений в зубах у меня лыжи на спине автоматы я вот такой весь замученный захожу в этом в учебный комплекс нашего не комплекса как казарма общем захожу на голубеж тут есть и куда я здесь собирайся в питере для лыжи отстегнулись автомат просто сам в рушпарку летел такой счастливый оказался я в этот момент ну так и вот уехал в питер там послужил два года практически пел за это время с мирой матье у меня гордость есть такая она когда приезжал на гастроли в восемьдесят шестом что ли году или восемьдесят не помню точно вот она изъявила желание петь с нашим хором нашего ансамбля и вот я десять концертов слушал эту великую певицу когда нам надо было стоять на сцене я выходил на сцену а когда было свободное время я садился в зал и просто восхищался ее талантом бесконечным просто безграничным талантом такая очень весомая деталь биографии да это это гордость я редко они как бы упоминаю но на самом деле есть не скромничаю просто как мне не доводится нет случаев специальных таких когда будет передача про мир и матье я скажу мир и матье пела со мной да вот на после этого пришел ну там в армии ребята посоветовали иди поучить это вроде талант низкой какой-то пришел в несинское училище вот взяли сразу без экзаменов на второй курс мне понравилось это дело пришел на занятия начал ходить смотреть интересно показался потом закончил училище и гитис сразу на третий курс так что я за шесть лет два образования получил экстерн получился некоторые ну вот а потом уже театр опереты возник моей жизни куда привезли метро пошел на кастинг и стал метровцем быть расстроиться вот какую роль сыграло то что были уже актером театра на сцене которого ставилась метро скрывать это детали пройдет ну это не скрыть нет причем ура продюсеры сами с удовольствием напоминали об этой детали какая-то некоторой свободы внутренней было потому что я все-таки у себя дома находился это было хорошо а кто-нибудь еще из актеров опереты сожалению нет я в единственном экземпляре оказывается говорят что юзефович дрался ребят 7 шкур да и с меня драл это я уже потом позже нарастил там гораздо больше чем 7 вообще каково было работаете первый опыт работы с иностранными постановщиками с настройной школой ну это был шикарнейший опыт я считаю что вот эти люди должны были в нашей стране не только метро сделать но еще и театр создать потому что таких людей упускать нельзя просто за них надо цепляться мне очень жаль что они живут в польше честно то есть юзефович и из токоса свое время и забыли вся команда приезжали в москву набирает тебя для польской версии да было такое там как раз царств небесный игорь сорин участвуют в бродвейской так сказать версии было набирали но тогда я не слышал даже ничего это мимо меня прошло да тут я тоже не знал потому что кто-то там все знали все пришли на кастинг конкретно мне просто сказали что надо идти на песню я пошел папа мне было метро автобус контролирует все равно какой след оставил проект ну во первых научился петь потому что нет почему доводилось пел ну как-то немножечко наверное хуже чем после работы с поляками которые нас обучали там в процессе каких-то шести месяцев что я не помню сколько отставил интересно было очень я бы с ними еще позанимался чтобы стать еще лучше певцом на смену польского метро пришел французский нотердам пришлось снова проходить кастинг до пришлось снова проходить кастинг потом я уже как-то поработав с поляками я уже увидел что хорошо что плохо в общем то я видел кто достоин петь достоин со стороны прямо это мое мнение естественно она может быть и неправильно но все равно я уже видел где хорошо где плохо уже практически был уверен идя на кастинг что пройду ну прошу с кем интереснее было работать поляками с поляками да с поляками они нам ближе с французами это калька просто положили на бумажку черненькую кальку провели по ней ладошкой а метро ставилась скажем так уникальная версия ну да это оригинальная было как бы под нашу трупу которую они набрали делался спектакль там поляки думали что там как изменить юрий ряшенцев тоже там подписал там по лиде галины тоже они очень работали над сценарием над этим над всем постоянно очень надо как до премьеры еще никто не знал что будет на сцене дорогие друзья мы возвращаемся в студию живого радио нас есть вопросы в чате очень интересно узнать про вас и вашу семью про мою семью да это действительно очень интересно дело в том что три месяца назад я совершил такой могучий шаг в своей жизни поступок в общем женился у меня прекрасно очаровательная супруга я надеюсь она сейчас смотрит и слушает передачу хочу передать привет наташка привет жди скоро приеду разогревая ужин ну что сказать я счастлив в этом отношении все хорошо продолжение следует правда ли что мюзикл метро собираются возобновить не слышал таких вещей но думаю что это враги не с кем возобновлять это надо ставить новый мюзикл с другими людьми в общем-то все все надо начинать сначала если у вас любимая роль да сейчас у меня есть очень любимая моя роль медведь балу в мюзикле маугли вот приглашаю на спектакль и приходите но в интернете где-нибудь найдите там когда составы кто когда играет это будет очень интересно это мюзикл который написал наш артист нашего театра вот старшинский очень талантливый человек надеюсь что напишет еще какую-нибудь работу для тех кто не знает хочу сказать что за роль медведя балу александр был достойный премии музыкального театра как это чувствуете ну как вот эта штучка появилась дам еще очередной и все же на песню бежать за медведя что-то получил это первая награда театральная или нет ну да первое я вообще редко отмечаюсь наградами я по натуре по своей в общем-то революционер поэтому меня награды обходят стороной возвращаясь к мюзиклам более ранее в нотердаме сыграли фроу как вы сами относитесь к персонажу фроу к персонажу или кроли если вы разделяете понятие то и к персонажу и крови ну кроли я отношусь очень хорошо потому что это большая развернутая работа есть что попеть было что сыграть это было интересно здорово надеюсь что и зрителям тоже это нравилось по крайней мере по отзывам я слышал что значит все было не зря что касается персонажа да можно и так любить я с ним согласен ну у него такая трагическая любовь получилось к сожалению жалко самый любимый момент спектакля самый любимый самый любимый и самый сложный момент спектакля но трудно мне очень нравилось в самом конце когда вот уже всех этих нищих бродяг всевозможных заточают вот этот глобальность перед самой финальной песни ну моей финальной перед тем как меня сбрасывали с нотердам стоять на сцене ощущать всю мощь от того что происходит то что это я все сделал какой-то такой вот было прям ух ощущение такой приподнятость над всеми просто полет власти не знаю вот такой вот я ощущал мы прекрасно конечно варих особенно о боже правый моя вина аре было тоже иногда даже до слез доходила глубоко западала это песенка ну и музыка конечно потрясающе во всем мире качанта ричард гениальный изобрел произведение на мой взгляд но не только домой я думаю его в мире хорошо отметить самый сложный самый сложный момент репетиционный на когда очень трудно было понять что хотят французы ну как-то не привык я работать так вот когда мне говорят подними руку здесь вот так на этот на этот так здесь пройдись на эту музыку здесь мы как-то это не дни не в нашей школе скажем театральные нечего играть в общем да поэтому приходилось как-то наполнять самому все это дело на кастингом уже не пошли нет уже не пошел ну во-первых потому что мне не очень понравился этот музыку изначально музыкально ну там какая дискотека на мой взгляд не зацепил не зацепил не цепанула поэтому не пошли можно сказать и поэтому 2004 году мы приняли участие параллельно с интердамом еще одном проекте воины духа на вот подробнее нашим слушателям зрители расскажите проект проект потому что фактически неизвестен ну в общем да это такое достаточно одноразовое действие было памяти 6 рот и вот или 9 6 там была 6 9 в принципе события одни и те же практически в общем что и что в фильме 9 рота был по моему фильм такой про то ли прорыв вот это как раз было сделано на этих на реальных событиях основа мюзикл такая странная немножечко работа но интересное зрелищное было очень было чего спеть хорошие хорошо поработалась с полом смеяном замечательным певцом нашим вот он был музыкальным руководителем ну и с товарищами ты он и долинку этого опять же было паша майков с димой дюжу мы познакомились там же интересно еще вопросы александр вы мне кажется очень добрый мягкий человек как вас можно выбить из колеи из колеи ну вообще надо хорошо постараться но лучше в гневе меня не смотреть а так я действительно добрый сейчас потрогаю дариме ваш любимый фильм мой любимый фильм но это сложно сказать любимый фильм но я очень люблю режиссера мамина фильм фонтан бакенбарды окно в париж такие вещи а такого конкретно любимый фильме как отдыхаете когда получается весело весело с друзьями в основном друзьями из медиклометру когда ты не продавцом да мы дружим дружим были у вас есть мир а я уже не помню да микки маус он летал с плащом такой весь руку вперед выставлял или лапу что что он там был я не помню но тогда тогда не было цветных телевизоров поэтому мы все смотрели в черно-белом цвете вот такой черно-белый мышонок всех спасал там всех побеждал что там там съедал кусочек сыра и у него сразу группу ростова побеждал когда начинали свою актерскую деятельность на кого-нибудь равнялись на многих равнялся естественно но это вопрос на скорее ваши любимые артисты кого бы хотели быть похожи ну для меня кумир вообще это евгений леонов ну как кумир ну мой самый любимый артист к сожалению тоже ушедший из жизни ну когда я увижу с кино там не знаю даже в театре когда смотрел это потрясающе сожалению мне пришлось его живьем увидеть так вот парадоксальная фраза получится только в гробу живьем чем так интересно получилось он умер и я пошел на панихиду туда в театр линком и подошел там народу было столпотворение такой дикой очень много народу и вдруг очередь так расступил шепот его слушать это актер актер пропустить меня пропустили я прошел там я как раз опаздывал на репетицию было очень интересно мистически достаточно если бы вы стали кем бы вы стали если бы не актером или певцом думаю за получился бы замечательный педагог есть о чем задуматься но к сожалению пока мне не предлагают преподавать что-либо но я бы с удовольствием это попробовал вообще у меня была мечта стать шофером просто нравится мне это но до сих пор не за рулем не боюсь я вот сейчас как-то я смотрю как ездит по москве я просто боюсь в деревне с удовольствием еще один вопрос как вы учились в школе честно или или сказать как надо учиться я учился безалаберно очень я троечник я все время сидел на задней парке все время приходил ко второму к третьему уроку в общем нам стал артистом у нас еще два вопроса чать кого вы могли бы выделить из ваших партнеров на сцене я должен ну да я из своих партнеров я могу отметить конечно же в первую голову это александр маркелов народный артист ну это практически гуру учитель просто у него есть чему поучиться очень отрепили придя в театр я в общем-то у него много учился и учусь продолжаем учиться вот но у меня замечательно есть друг дима лебедев надеюсь он сейчас смотрит и слушает эту передачу привет димон знаю даже больше как обычно много слава шляхтов потрясающий тоже актер у нас замечательно в общем у нас в театре очень много замечательных актеров в принципе практически всех можно назвать как замечательных партнеров у вас дома есть животное нет только жена нет это не животное животным мы пока думаем хотели сегодня съездить котенка купить но как-то не вышло проспали немножко вращаясь назад все-таки река песня авторская пару слов об авторе песни автор песни стихи вениамина гаубицкого а музыка александр пантыкин я не знаю александр пантыкин достаточно известный композитор многие во многих сериалах музыку пишут даже в сериале хироман звучит как раз вот эта песня а вашим исполнение до моем или что он интересно хироман сериал сейчас предлагаю немножко поговорить о театре оперетты и ролях уже не в мюзиклах а в опереттах вот какую бы роль вы больше всего отметили я же говорил говори я уже потерялся где это ну конечно балу это же интересная работа мне очень нравится делать всегда это папаша дулит у моей прекрасной леди ну вот скажем так две работы которые с удовольствием всегда выхожу на сцену делаю я надеюсь руководство театр не слышно в моей практике это недоразумение ну веселая вдова да там роль александра в общем-то специально было написано под меня хотели задействовать меня в спектакле но не знали где и написали вот этого александра я уже наверно игрался эту роль поэтому стал скучновато вот раз такая все таки любимую роль папаша дуритла пару слов об образе я не знаю что сказать об образе рассказать ну трусу я не знаю я все время играю по разному вот какой у меня настроен такой папаша долю получается такой встречный вопрос импровизируется на сцене часто ну случается да конечно вашу делу из песни слов не выкинешь куда рельсы повели туда и поедем коллеги как воспринимает но вообще импровизация вот на мой взгляд как и есть такая фраза самые лучшие как же дача поточнее скажу всякая импровизация должна быть тщательно отрепетирована вот я склоняюсь к этому шутку надо сначала придумать а потом ее уже обдумать и проверить уже на зритель а так балды это только александр маркелов сейчас можно сделать просто выходит и сразу начинает говорить просто иногда некоторых актеров импровизации коллег ставят пик да бывает такое у нас такой маркелов да его понесло то можно но это у нас был такой замечательный артист вячеслав богачёв царств небесного умер к сожалению вот этот человек часто ставил всех в тупик но очень смешной артизм постарайтесь сейчас помнить какие-нибудь смешные веселые моменты которые происходили во время репетиции или может быть самих спектакль у нас был такой спектакль женихи я как-то за пояс засунул себе две бутылки а была такая сцена мы приходили к человеку и говорили мальчишник справить пришли и у меня такая шутка такая была я распахивал пиджак и показывал что вот мало у меня две бутылки здесь вот я выхожу мальчишник справить пришли распахиваю пиджак у меня здесь две бутылки и вдруг у меня рвется пуговица на штанах и штаны падают на какое-то время спектакль остановился практически все стали следить за моими штанами как мечтать что будет дальше в каком жанре играть интереснее оперете или везде интересно везде интересно в общем театр такая вещь заразная что его берете есть хорошая работа то интересно везде а для кого главное чтобы была хорошая грамотургия и кого проще играть для детей или для взрослых я считаю что нет разницы для детей еще честнее надо играть чем для взрослых потому что дети как никто видят фальшь и выскажет если это будет неправда а какой спектакль оставил наибольший след душе в метро конечно метро да это ностальжи пожизненно сейчас все время идут попытки разобраться что же такое music музыкально-драматическое действие но что это еще явлением назвать это старое творчество уже достаточно вещью когда обучался играл в мюзик скрипач на крыше но это такие классические продвижки так что сейчас явлением это нельзя назвать за может для продюсеров это явление где можно заработать хорошо для артистов как это было музыкально-драматическим творчеством так или остается у нас есть еще вопросы в чате ходите ли вы в театр ради удовольствия кроме театра перета или его хватает на работе нет конечно иногда хожу когда что-то интересное появляется интересно посмотреть быть в курсе событий какие-то премьеры что меня заинтересует так специально чтобы взять денек и пойти в театр нет такого нет как мы относитесь к людям которые посещают одни и те же спектакли многократно правильно ли это как относитесь к поклонницам если нравится посещать один и тот же спектакль то почему бы нет пожалуйста с удовольствием ходить и смотрите мы же смотрим иногда дома там фильм по нескольку раз который нравится театр наверное тоже самое потом театре более живы все поэтому интересно смотреть каждый раз по-новому а если еще артисты которые импровизируют еще прикольнее как относитесь поклонница да нормально я поклониться не отношусь верите мной потусторонние силы в общем да что-нибудь мистическое в жизни случалось случалось не хотела бы просят спойте я еще не пи не выпил часто что-нибудь импровизирует у меня нет другого инструмента акапельная петь нет таких песен акапельных специальных чтобы антон макарский умеет всегда можно я в другой раз вот когда мы специально собираемся чтобы я попил ну тогда я захвачиваю гитару и чем-то гитару исполню я думаю что если соберемся поговорить конкретно мюзикл и метро у нас будет две гитары ну тем более тогда уж мы споем на на несколько голосов как сегодня по вашему мнению можно воспитать актеры мюзикла без посещения бродвей надо поляков вызывать можно будет воспитать наверное российскими силами нашими российскому ну как надо чтобы прежде всего в голове стояли люди которые понимают что такое мюзикл и что такое вообще музыкальное искусство тогда и артисты будут вырастать а существует ли у нас сейчас специальная школа мюзикла я чуть про такой не слышал были какие-то попытки на базе метро это сделать но к сожалению все дальше трёпа не пошло есть такой начал вопрос как у вас надо будет отношение с кинематографом я вот сейчас снимаюсь в сериале счастливы вместе своим большим животом трясутся в роли кого враги в роли друга гены букины витёк и это первая рада не 1 снимался в небесах обетованных эпизодик был небольшой это милиционеры играл это давно уже был и у саву кулеша фильме железный занавес то у меня ролюшка было там я восьмиклассником как и вот так вот мистическая опять же там меня называли поп у меня кличка было так как был попом стал священник есть к это вот роль мечты которым очень хотелось сыграть любая работа интересно нет такого специально нет да мне конечно когда я обучался там хотел сыграть федя протасов что не прочитаешь как не герой так хочется играть какие требования к себе как актер если бы я их предъявлял я бы был худой стройный а так я лентяй а в творческом плане то есть есть какие то режиссеров есть требования к актерам вот у вас снова к себе ну то есть наверно какие-то не знаю я дагибрию не знаю как то все само собой происходит от критики как плохо не люблю критику на сами критикуете да с удовольствием с удовольствием а есть проект в котором бы хотелось принять участие у нас в россии или вообще 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 может быть и какой-то вот чтобы вот так мечтать мне бы хотелось конечно или испытать вот на своей шкуре что такое кино но не не в роли друга гены а в роли в какой-нибудь более главный где можно создать роль потому что это для меня как бы земля не паханая поэтому хотелось бы распахать какой был пьесу music может быть фильм поставили бы сами крисер такая возможность наверное да поставил бы не знаю какую и если у вас какая-то фраза которая идет с вами по жизни девиз который характеризует ваше отношение к жизни да все будет хорошо хорошая фраза раньше было все пропало сейчас все будет хорошо наше эфирное время подходит к концу по последнее наверное уже стандартный вопрос традиционный наша программа называется театр на изнанку что для вас изнанка театра звонка театра а что такое изнанка театра я даже не знаю что такое ну изнанка театра это грязь какая-нибудь я не знаю туда не хочется заглядывать зачем но тем более об этом говорить вид красивого картин конечно вот пусть это и остается в памяти нежели изнанка театра изнанка она такая же грубая как и любая изнанка которую лучше не показывать как вот у портоса спереди была хорошая лента а сзади просто веревочка затем веревочку кому-то показывать вот д'артаньян из-за этого чуть не поплатился дорогие друзья сегодня прощаемся с вами с днем рождения просто поздравьте пожалуйста мою сестру с днем рождения ей сегодня 10 лет я поздравляю с днем рождения желаю хорошо учиться расти большой красивый и счастливый вот люби меня и дальше что бы вы пожелали нашим слушателям здоровье и счастье чего еще можно желать все остальное будет я вам желаю хорошего настроения и до встречи в следующее воскресенье на прощение ставим последнюю песню исключительную песню и спектакля воины духа она так и называется воины духа